Всем привет! С NFT меня связывает моя любовь к проекту Урбит, который я там последнее время всем рекомендую обратить внимание, потому что это, как я уже рассказывал, ребята, которые просто переделывают интернет с самого нуля, с ассемблера, с самых основ. И это титаническая работа, которая для меня там, как для, ну скажем, адепта, как эти все ребята в золотых цепях, что мы здесь ради технологии, вот я, значит, как такой же человек, который здесь ради технологии, то вот очень рекомендую обратить внимание. NFT в этом проекте используется достаточно косвенно в качестве, скажем, такой, ну одновременно self-sovereign identity, плюс какая-то роутинг-система, то есть, ну для технорей это точно будет любопытно посмотреть. Вот, а самая главная проблема NFT, которую я вижу, это проблема price discovery, то есть, типа, определение, да, об этом, наверное, как бы вроде я не слышал, чтобы кто-то говорил, но давайте подумаем, о чем идет речь. Речь идет о non-fungible asset, то есть, не взаимозаменяя, то есть, типа, каждая единица этого, каждая единица существует в уникальном, в единственном виде, как мы можем определить его справедливую цену. То есть, price discovery, это, как бы, один из элементов, скажем, рынка, там, нашей, какой-то, там, не знаю, либертарианской… Ответ, рынок, выстави на рынок и… Да, безусловно, но, то есть, вопрос, самый главный, заключается в том, что, когда какая-то сущность существует в единственном виде, для нас достаточно тяжело определить ее подлинную стоимость или, там, определить, значит, ее справедливую цену, то есть, типа, совершить атакт этого discovery. Поэтому в этой среде уже появляется достаточно много проектов, то есть, какие, в принципе, существуют механизмы price discovery. Это всевозможные аукционы, аукционов бывает очень много, я всем, там, рекомендую обратить внимание, изучить, потому что для нас, людей, которые работают в, там, скажем, в криптоотрасли, скажем, предложить хороший механизм – это уже половина успеха, и они бывают достаточно увлекательные, как, там, аукционы, горящие свечой, если, может, знаете, слышали, раньше корабли продавали, значит, при помощи таких аукционов. Это когда аукцион не имеет конечной точки окончания, он может закончиться в любой момент, и это, короче, предотвращает от всевозможных машин по выцеливанию. Все, если кто-то участвовал в аукционах, знают, когда люди торгуются, торгуются, и в последнюю, там, миллисекунду бот выставляет какую-то позицию, да, там, и на 0,1 копейку дороже, да. И вот, в общем-то, аукционов существует очень большое количество, они бывают очень интересные, рекомендую обратить внимание. И в том числе, раз уж мы говорим про NFT, то в этом рынке аукционы будут, как бы, очень решающую роль играть. И, в принципе, я, как инвестиционный совет, которых не принято давать на публичных мероприятиях, я просто обозначу область, которая наверняка будет интересна. Это область price discovery для NFT, как asset с, скажем так, со сложной ликвидностью. Поэтому, значит, мы смотрим всевозможные механизмы формирования цены, сплита цены какой-то, то есть совместного участия, то есть когда какие-то дорогие товары продаются там по кусочкам, скажем, и какое-то совместное владение. И, в общем-то, я считаю, что это самый главный, самый важный тренд в этой отрасли. Поскольку я не могу себя назвать человеком, вовлеченным в искусство, хотя мне, конечно, все это нравится, и я посмотрю с удовольствием, мне, наверное, сильно много на эту тему сказать нечего, в отличие от каких-то, может, технических историй. Поэтому я, значит, или предлагаю какие-то вопросики. У меня есть вопрос, как человеку, вовлеченному в диалог по поводу будущего закона о виртуальных активах, он называется. Как ты считаешь, государство уже залезет в индустрию вот эту NFT-шную, да и попытается ее отрегулировать? Это неизбежно. Вот попадает ли, ну да, ответ да, попадает в тематика будущего закона о виртуальных активах. Как ты видишь попытку государства набросить свою законодательную сеть и одеяло на все то, что происходит здесь? Ну, я буду открыть… Это же виртуальный, это же виртуальный актив NFT, да, виртуальный актив, закон готовится. Что нам ждать? Ну, ждать надо, что все, к чему будет касаться государство, это будет попытка обелечивания. Только чего? Обелечивание. Обелечивание. Обелечивание, да. Кстати, билет, билет это тоже, кстати, форма… Да, да, сначала посчитать, потом обелетить. У меня, к сожалению или к счастью, как бы других опций ответа на этот вопрос нету, поэтому я просто там предлагаю вспомнить, что все самое качественное, самое для потребителя, самое ценное, что производится в Украине, там, я не знаю, начиная от каких-то вполне возможно медицинских услуг. Я знаю, многие летают из Америки, там, к нам какие-то за какой-то медициной, за какой-то стоматологией, там, или у нас самый дешевый и качественный интернет по сравнению с Европой. То есть, моя позиция простая и понятная. Все, чего касается государства, становится для потребителя дороже, становится для потребителя менее качественным, ландшафт выгорает и становится более скудным. Поэтому, если вдруг ситуативно какие-то интересы нас и государства совпадают, там, в виде того, что появляется какой-то оффшор, какая-то дыра, через которую наша многострадальная экономика может немного подышать, вот, то ситуативно мы можем говорить о том, что нам это может как-то на пользу случиться. Но глобально позиция очень простая. То есть, неэффективный посредник, замотивированный на какие-то свои интересы, вряд ли, значит, это та компания, с которой нам по пути. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова